Светлана, я знаю, что вы делаете 4 коллекции в год и уже сейчас работаете над коллекцией следующего лета. Сейчас я работаю над преколлекцией следующего лета, то есть то, что будет на подиуме в октябре, это будет основная линейка, а межсезонная коллекция, которая продается в штатах и не только уходит сразу туда в шоуру. Сейчас мы заканчиваем первыми. Вам покажу только для украины фэшн. Смотрите, чем отличаются преколлекции от основных? Больше базовых элементов, которые больше комбинируются с другими вещами. Я не разделяю это на первые и вторые линии, потому что тоже качество пошива и вещи просто более еще сдержанные. Вот такие сарафаны. Это сарафан по щиколотку, на очень-очень тонких бретелях, но он сделан достаточно плотным и двойным для того, чтобы можно было его носить без топа, без фелья. Платья. Белое платье традиционно для бренда будут во многих интерпретациях с разной длиной. В данном случае у меня соединены в линейке эти платья рукавами. Здесь абсолютно одинаковые рукава по ширине. Асимметричные. Асимметричные срезы. Здесь на кокетках платье у него пол. И такие же асимметричные на топах. Этот топ по талии тоже можно выносить без фелья, потому что достаточно плотная вискоза шелком. И в принципе тело не просвещается. Света, в интернете очень много сплетен, или же не сплетен, правдивая информация о том, что вы разошлись с вашим партнером, инвестором Лярдовичко. Нам очень интересно ваше мнение, даже не то что вы мнение, а просто ваша позиция. Почему так дальше? Я приняла такое решение, потому что мы не сошлись в каких-то рабочих моментах и делах. В первую очередь, конечно, для меня важное дело, важен мой бизнес. И если есть расхождение во взглядах с кем-то из членов команды, то расставание неизбежно. Бренд я создавала сама с 2006 года, и пять лет я работала без партнерства. И сейчас, в принципе, у меня нет в планах работать с партнерами. На мне сейчас топ. Это главный принт летней коллекции. Коллекция, премия достаточно вводится, это результат двух сезонов, то есть целого года работы. Этот топ я люблю, потому что это портрет моего папы. Вот эти принты произвели, я знаю, впечатление на очень многих людей. Впечатление неоднозначное, потому что некоторым они очень понравились, некоторых они напугали, но не оставили равнодушно. Как и мне понравилось, то, что реакция была, в принципе, у всех. Света, совершенно недавно появилось видео. Ваша совместная работа с Лилей Литковской. Чья это была идея? Идея, на самом деле, родилась очень внезапно. Мы думали сделать совместный ковер, и так как привыкли работать очень качественно, решили, что должно этому что-то сопутствовать. Встретились пообедать и подумать, что же это должно быть. Ну, например, видео. И я пошутила, вот давай сделай драку. И мы начали развивать тему этой драки. Лиля сначала подумала, что мы должны с ней в кадре драться, и говорим, мы этого делать не будем. Но в итоге мы развили идею очень ироничного видео, где за место под солнцем дерутся бренды, модели, одежда. Вот именно такую иронию этой драки, которая на самом деле не существует, мы решили в видео показать. Вот очень сложно женщине всегда совмещать карьеру с семейной жизнью. Как у вас с этим? Вы планируете выйти замуж, завести семью, детей? Боже, вот это интервью, конечно. Ну, как я сказала только что, у меня есть и другая жизнь, которая не связана абсолютно с работой. Просто я об этом не привыкла говорить. Я считаю, что это личная жизнь, она так называется, личная, потому что она и должна быть личной. Планы. Но мне удается совмещать любовь и работой. Эти серьги – тоже дерево ручной работы. Они необычной, я думаю, и формой, и с чем-то белым. Они очень хорошо сочетаются, например, белое образцовое платье, вот эти сережки. Смотрите Designers.ua на Ukrainian Fashion. КОНЕЦ КОНЕЦ